Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. И в этом видео я хотел бы поднять, посмотреть такой вопрос, как же определяется ценность предмета, явления, знаний, информации. Вот два человека претендуют на какой-то участок земли. Как будет определяться ценность, если нет еще такого понятия, как рынок, и рыночных цен, то есть они еще не установились. Лично я это понимаю так. Если пришел один и участок свободен, то участок, соответственно, бесплатный, то есть он ничего не будет стоить этому человеку. Но если на этот же участок претендует второй человек, то при всех равных условиях и, скажем так, при том, если они могут между собой договориться, то ценой этого участка будет то, что готов принять один из претендующих за то, что он отказывается от этого. То есть любая цена может быть. Просто один ему сказал, вот я тебе готов то-то, то-то уступить, а ты мне этот участок уступай. Вот то, на что он согласится, это и будет являться ценой. С информацией немножко посложнее. То есть когда с людьми о чем-то дискутируешь, получается, что иногда вот, ну явно, да, человек неправ, но при этом он упирается и до последнего свою позицию отстаивает. И вот я обратил внимание, что зачастую людьми движет тот факт, что когда-то они затратили очень-очень много своего времени для того, чтобы что-то изучить, что-то освоить, какой-то материал. И вот это потраченное время, у нас же самое, самое драгоценное, наш капитал, самый драгоценный наш капитал, это же наше собственное время. Ценей же его нет, вот сколько нам отмерено, мы же не знаем. Каждый год он для нас с определенными ценностями, это особенно молодые годы. И люди в молодости, там, в студенческие годы, в среднем возрасте что-то изучали, потратили много времени, положили, потратили свое собственное время жизни, драгоценное. И понятно, что вот этот период и та информация, которая в нем была освоена, получена, она особую ценность для этого человека представляет. И он, будучи взрослым, уже более взрослым, да, старшим возрасте, он очень неохотно будет с этой информацией расставаться, в силу того, что он потратил много времени в своей жизни на ее освоение. Ну, то есть, суть, я пытаюсь передать, как я это понимаю. И поэтому, когда с людьми дискутируешь, получается, вот они упираются и стоит за этим упорством не отставивания правоты там или еще что-то, а именно вот, что им очень тяжело признавать, что вот, может быть, эта информация неверная, некорректная, неправильная, но признавать, что они впустую потратили вот это время, это очень тяжело для человека. И вот этот вот самообман, он, в принципе, как раз-таки может быть для самоуспокоения, может быть, в каком-то смысле. Вот, и это надо понимать, особенно, когда со старшими людьми общаешься, старшим поколением, даже если где-то они неправы, то просто надо их понимать, почему они какие-то вещи склонны отстаивать очень жестко. Вот лично у меня позиция по информационным вот этим всем вещам. То есть я стараюсь рассматривать все версии возможные, и ни одну из версий я не стараюсь возводить в какой-то, ну, как констант, она постоянная, что вот это все, и оно неизменное. То есть я склонен допускать различные варианты, и мое мнение, оно может со временем меняться. То есть появились новые какие-то факты, новые аргументы, доводы, и я свою какую-то устоявшуюся мнение, версию, я могу ее пересматривать. Поэтому в этом смысле я сторонник, может быть, более какого-то гибкого формата работы с различными информационными каналами, источниками информации, с различными какими-то обучающими вещами, ну и вообще в целом при дискуссиях. То есть я допускаю, я склонен допускать что-то. Мне говорят, вот любую вообще, может, самую бредовую, да, вот там, как говорят, 200 лет назад была ядерная война. Ну, откуда я знаю, я 200 лет назад не жил, и нет у меня родственников, кто бы об этом времени что-то мог рассказать. То есть я не знаю, но мне приводят доводы какие-то, и, в принципе, эти доводы, они бывают, что приводят именно к пониманию вот этого времени, периода, да, потому что, ну, могло такое быть, да. Вот сейчас нам снимают фильмы, там, «Планета обезьян», там, что вот там. И тоже это художественный фильм или по реальным событиям снял? Кто эти обезьяны? Мы не знаем. Ну, целое направление по альтернативной истории. У меня плейлист можете посмотреть, по этой теме я там эту информацию публиковать еще долго буду, потому что меня сама эта тема увлекает. Ну, я допускаю. Была или не была, я не знаю. Информации много по этой теме. Можете погуглить, посмотреть. Ютуб переполнен всевозможными видео по теме альтернативной истории. Канал Кунгурова, фильмы с Клярова. Пожалуйста, все для вас. Ну, и завершая видео, может быть, просто как рекомендация. Информация, она не должна мешать жить. То есть, если что-то усвоили, даже вы полностью уверены в правоте. А большинство людей, например, другой точки зрения придерживаются. Если вы будете упорствовать и доказывать обратно, ну, просто усложните себе жизнь. И с другими немножко сложно будет общаться. Я считаю, что информация нам помогать должна. То есть, она либо полезная для нас, либо вредная. А правдивая она, неправдивая, это как бы получается, что как ни странно. Но это вопрос второй. Главное же, насколько нам с этой информацией, которой мы руководствуемся, просто легко жить, коммуницировать с окружением, социумом. Именно это, на мой взгляд, наиболее важно. Ну что ж, спасибо за внимание. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.